Я думаю, все в курсе, что у меня в этой банке. Конечно, это наша традиционная капуста в собственном соку. Для нее нужно только три ингредиента. Капуста, соль и морковь. Все. Капуста неделю у меня готовилась. Классно, но ей еще бы недельку постоять в холодильнике. Давайте приготовим. Для кваш-капусты, которая будет храниться у вас всю зиму, даже на лоджии, на балконе, или в холодильнике, или в погребе, то вам очень везет. Нужно брать крупные кочаны такие. Ну, 4-5 килограмм. Вот этот у меня 5 килограмм кочанчик поздних сортов. Это важно, капуста должна быть. Ну, такая вот чуть-чуть приплюснутая, белая, крепкая, хорошая. Если ее сжимаешь, она так ку-ку-ку делает ку-ку-ку. Вот. Мне из этого кочана нужно приготовить целых два рецепта. Но сегодня мы сделаем один, о котором и шла речь. Качан нужно очистить от верхних листьев. Эти листья вы не выбрасывайте. Мы их уложим на дно и наверх баночки. Будем солить в банки. Ну, если хотите, можно солить и в кастрюле, в принципе, в любой емкости. Но очень рекомендую не использовать пластмассовые, тем более алюминиевые какие-то емкости. Лучше всего, вот и проще всего, кстати, готовить в стеклянных банках. Так, ну что, мы очистили. Нужно разделить качан на 4 части. Зовите мужей на помощь, конечно. Сокваска капусты, конечно, это дело семейное. Мы обычно всегда вдвоем с мужем квасим. Не только квасим, но и, конечно, квасим капусту. Вот мы разделяем на 4 части. Кстати, капустные традиции есть во всем мире. У нас на сайте есть рецепт корейской кимчи, корейской капусты. Так что идите, смотрите, подписывайтесь. Кто еще не подписан на наш канал, мы очень рады нашим гостям. Так, я разделила на 4 части. Теперь мне нужно удалить кочерыжки. И если мы посмотрим на качан, тоненькие, красивые листики у нас идут вот в этой части. Снизу идут такие плотные, уже скругления, ближе к кочану. Так устроена капуста. Так вот, я предлагаю. И, кстати, очень-очень здорово. Здорово. Вот из этой части, вот эту плотную часть капусты, которая находится возле кочерыжки, мы ей оставим для рецепта гурийской капусты со свеклой. Это грузинский традиционный рецепт, очень-очень вкусный. Обязательно подписывайтесь, кто не подписался, чтобы увидеть этот рецепт через недельку. Конечно, шинковать можно на комбайне, на специальных, специальными ножами, специальными нарезками. Ну, я вот решила это сделать ножом, тоненькими полосочками. Удивительное, конечно, блюдо, наше кваш-капуста, из которой можно готовить жестоко еще блюд. И так ее есть, да, и всякие салатики. Я вот очень люблю просто с луком и с ароматным семечкиным маслом. И с печеной картошечкой. Ой, какая красота. Пишите в комментариях, кто чего готовит из кваш-капусты. А щи какие. Ой, а винегреты. В общем, у кого есть кваш-капуста дома в заготовках, зимой ни болеть не будет, ни голодать не будет. Так, мы порезали капусту. Мне осталось морковочку измельчить. Можно порезать, например, соломочкой небольшой. Можно взять терку для корейской моркови. Либо вот такой вот гаджет, как у меня. Но ни в коем случае не натирайте на мелкой терке. Иначе ваша капуста просто приобретет такой оранжевый цвет. Вот, поэтому лучше всего либо вот для корейской моркови какую-то терку использовать. Либо просто нарезать ножом. Так, морковочка у нас готова. Мы ее добавим следующим этапом после того, как перемешаем капусту с солью. Аккуратненько можно перемешивать. Кстати, соль обязательно берите крупную, каменную. Либо на ней должно быть написано для засолки. Для кваш-капусты. Ни в коем случае не годится соль иедированная или с какими-то добавками. Нужно брать такую, знаете, как в советские времена была соль такая каменная. То есть пачка плотная. При перемешивании, вот когда я ее аккуратненько начинаю мешать, у нее уже прямо начинает выделяться сок. На килограмм порезанной капусты нам нужна столовая ложка крупной соли. Немножечко, конечно, дать ей постоять, чтобы она дала сок. А потом в баночки убирать. Либо можно сразу уложить в кастрюлю эмалированную или из нержавейки, чтобы она недельку там постояла, побродила. А потом уже фасовать в банке. Или если у вас погреб, то можно так и оставить в баках или в кастрюле специальной. В принципе, можно очень удобно, как в кастрюле эмалированной, складывать слоями. Потом обязательно нужен груз, если вы в бачке или в кастрюле солите. Если вы солите в банках, груз не нужен, очень удобно. Если у вас есть еще банки с широкими краями, вообще очень супер. А у меня вот такая помощница, у меня, конечно, рука туда залезет, но каждый раз не очень удобно туда рукой засовывать. Поэтому вот очень поможет такая толкушечка. Итак, мы берем уже просоленную капусту. Мне кажется, даже можно еще немножко соли. Я, естественно, когда порубила капусту, ее взвесила. У меня ровно 3 килограмма нарезанной капусты. На 3 килограмма, на каждый килограмм, мне нужно 25 грамм соли. Итого 75 грамм соли. Я на дно баночки положу кусочек листика. И начинаю закладывать капусту. Не спеша, а с любовью. И потихонечку ее прижимаем, чтобы она дала сок. Ну, сразу, может быть, она сок ей не даст. Но потихонечку начнет соль из нее, конечно, жидкость вытягивать. Вот слой капустки, немножечко добавляем морковочки. И опять капусту. Я вам показываю самый простой рецепт квашеной капусты. Конечно, по желанию можно в нее добавить клюкву. Можно добавить кислые яблоки. Кто-то добавляет хрен. Кто-то для лучшей ферментации и брожения добавляет ржаную муку. Я делала со всеми разными способами. Но вот этот рецепт, я считаю, что он самый лучший, самый такой демократичный, самый простой, самый вкусный. То есть капуста получается прямо настоящая. И годится она для всех блюд. И для щей, и для пирогов, и для тушения. А самое главное, вот у меня она хранится просто на лоджии. Какого-то специального хранения нет. Она прекрасно стоит всю зиму. И весной уже, когда пошла оттепель, я ее расфасовываю по контейнерам и убираю в морозилку. Эта капуста еще и очень круто хранится в морозилке. И замораживается, и потом ее оттаиваешь. И можно, например, сделать щи или солянку. Или пироги с квашеной капустой. Но мы в основном щи очень любим. С белыми грибами. Такой капусты не купишь ни в одном магазине. Только приготовленная своими руками. Она имеет ценность. Она имеет великолепный вкус. И очень большую пользу. Витамин, витамины, витамин С в огромном количестве содержится. И превосходит даже количество витамина С в лимоне. Для пищеварения. То есть, ну, это не только вкусно, но и очень-очень полезно. Поэтому, а дешево как. Сейчас капуста вот эта вот, поздних сортов, ее потом не будет. Поэтому вот эта засолка длительного хранения, она дает возможность приготовить именно вот из этой капусты, которая сочная. Сорт, по-моему, слава называется. Большие кочаны белые. Зимой потом у нас продается такая капуста небольшими кочанами. Она сухая. И такую капусту уже можно готовить, если будет желание, да, скороспелый. Там, заливать рассолом, например. Следующий рецепт мы будем снимать капусту. Вот ту часть, которую я отложила. Сегодня же будем снимать, но выложим чуть-чуть попозже. Следующим рецептом. Это будет капуста в рассоле, как раз вот из плотных частей. Это будет традиционная гурийская капуста, традиционная грузинская. Тоже очень вкусная. И рецептом со мной поделилась на ночь шалашвили, шеф-повар грузинского и московского ресторана. И я с тех пор готовлю эту капусту. Единственное, что я все-таки заменила, обычный столовый уксус 9% я заменила на свой яблочный уксус. Кто с нами готовил этот яблочный уксус, привет! У меня он еще доготавливается, потому что последняя стадия приготовления яблочного уксуса длится около двух месяцев, чтобы он доготовился, дозрел. Но у меня еще запас из прошлого года, поэтому я использую в приготовлении гурийской капусты именно свой яблочный уксус. Мы утрамбовали капусту, видите, у нее уже появился сок. Теперь нам нужно сделать такую небольшую заглушечку сверху, из листиков, которые мы сняли сверху кочана. Таким образом. Желательно поставить в какую-то миску или в тарелочку и закрыть неплотной крышкой. И таким образом при комнатной температуре, где-то на столе или на подоконнике, начнется брожение. Но не ставьте совсем в теплое место, там на батарею или куда-то в очень жаркое место. Идеальная температура где-то плюс 20. Обычная комнатная температура для этой капусты, чтобы началось брожение медленно, без всяких экстремальных моментов, чтобы капуста не стала горькой. По ухаживанию где-то 3-5 дней, в зависимости, как она у вас бродит. На следующий день вы уже увидите пузырики. Вам нужно будет прийти вот так вот палочкой или ножом, проколоть и выпустить вот этот газ. У вас появится пена наверху, вам ее тоже желательно снять. Вот мы выпускаем газ. И опять накрываем неплотно салфеточкой или крышечкой, чтобы продолжалось брожение. Когда вы увидите, что явно вот такой процесс брожения закончился, и уже нету такого горьковатого, такого ярко выраженного, знаете, капустного запаха, как раньше в советских столовых пахло. Вот. Все капусту можно закрывать плотной крышкой и убирать куда-то на холод в погреб или в холодильник. После того, как капуста через недельку у вас постоит, у нее сок, который был внутри, он опустится вниз, все как бы сожмется, и капуста сверху оголится. Поэтому тот рассол, который будет вытекать при брожении в миске, это драгоценный сок, его ни в коем случае не выливайте и не давайте выпивать мужьям. Его нужно слить и сохранить в баночке, чтобы когда у вас капуста уже созреет полностью, вы этот сок доливаете, и чтобы полностью, полностью было покрыто. Вся капуста покрыта капустным соком. И закрываете плотной крышечкой, и таким образом капуста у вас будет храниться, ну, практически до июня месяца, если в холодильнике. Если на холоде, ну, в зависимости от климата, конечно, вот, у кого-то есть и погребы, то тоже до июня, до июля хранится эта капуста. Ну, ребята, она такая вкусная. Боюсь, что у меня точно не дохранится. Так что не забывайте подписывайтесь, кому наш рецепт пригодился. Мы очень рады, что вы были сегодня с нами на нашем канале, готовили вместе эту шикарную кваш-капусту. Заходите, смотрите капусту по-гурийски в рассоле с яблочным уксусом и свеклой. И до новых вкусных встреч! Ваша Лена.